Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с вашей проблематикой. Давайте попробуем понять, что именно вас беспокоит. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы пишете. Во-первых, если вас бесит, как вы говорите, что-либо, то, значит, это означает невозможность для вас разрешить конфликт, разрешить ситуацию, ну, условно скажем, благоприятной для вас. То есть имеет место быть противоречия, противоречия разрешить вы не можете. Значит, и, соответственно, из-за этого вы беситесь, вы того, что не можете разрешить противоречия. У вас негатив, защитная реакция, агрессия, как следствие того, что вы не можете найти выход из сложившейся ситуации. Значит, все проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной решаются только с радостью. А нужна ли вам такая девушка и только выходом из отношений? Ну, знаете, подобное утверждение нуждается хотя бы в том, чтобы вы его как-то аргументировали. То есть, откуда вы взяли, что все вопросы отношений между мужчиной и женщиной, все проблемы решаются этой фразой. Откуда у вас это взялось? Ну, допустим, вам это кто-то говорит. Предположим, что вам действительно это кто-то говорил, но кто это был за человек, что говорил вам подобные вещи? Обычные люди, которые вообще в отношениях не разбираются, которые не имеют соответствующего образования, например. Или это были специалисты, которые, ну, вот, с которыми вам приходилось работать. То есть, мне вот этот момент как-то, ну, не очень ясен, о котором вы говорите здесь. Далее. Ну, знали вам такая девушка? Подобный вопрос, он справедлив только в том случае, если человек не готов ничего делать для вас. То есть, вот, если произошла такая ситуация, что девушка, например, вам только вредит, девушка действует в своих интересах, а девушка не идет вам навстречу, не прислушивается к вам. Если вы видите, что девушка думает только о себе и ведет себя эгоистично в отношении к вам, тогда уже такой вопрос в принципе задать, конечно, может. Но, опять же, все это очень индивидуально. То есть, нельзя сказать, зачем вам эта девушка и выйти из отношений, тем самым решить все проблемы. Проблемы не решатся. Например, если вы не можете найти с кем-нибудь, ну, я имею в виду, допустим, с той же девушкой, если вы не можете найти общего языка, допустим, то это не решится выходом из отношений. У вас так и будет, что вы не сможете найти с ней общего языка, с девушкой, я имею в виду. Если вы ведете себя так в отношениях, что она, то есть, женщина, считает, что может вести себя с вами эгоистично и потребительски, то, опять же, вам не поможет выход этих отношений. Он вам вообще ничего не даст. Объективно. Потому что проблему эту как таковую не решит. Ну, не решит это ту проблему, что у вас что-то не складывается в отношениях с девушками. Далее. Нужна ли вам такая девочка эта фраза уместна только тогда, когда человек хочет вам сказать, что ваш партнер несет вам столько негатив. Ваш партнер хорошего вам вообще ничего не несет. И вот тогда возможно сказать такую статус. Но даже в этом случае нужно правильно понимать, что в этом случае, в случае если даже это так, все равно спрашивается человек, хочет он быть с женщиной с партнер или нет. если хочет быть, а такое, ну, это нормально, это естественно, что человек может хотеть быть с кем-то, то начинаем думать вместе, как вам и что сделать для того, чтобы быть с этим человеком вместе. Понимаете? разрушить отношения, выйти из них это всегда проще, чем попытаться что-то построить. вот я думаю, думаю так, я думаю, что попытаться что-то выстроить всегда гораздо сложнее, чем уйти из отношений, а уйти из отношений очень легко. Стали, значит, кажется, я всю жизнь только это и слышу, как же так, спрашиваю теорию. Ну, если отвечать на этот вопрос, который вполне может быть у вас просто риторическим, но тем не менее, если отвечать на него, то знаете как, человек, он по своей природе слышит только то, что его волнует. Так по сути и вы поступаете в данной ситуации, вы слышите только то, что вас волнует, вы слышите то, что вас беспокоит, вы на этом только лишь заостряете свое внимание. Это нужно понимать. То есть, когда кто-либо, ну, неважно, неважно, неважно особо кто, слышит поток информации, ну, такой, знаете, общий информации без какой-либо деференциации, да, то обращает внимание человек, как правило, только на тот ее вид, на ту информацию, которая ему важна, и не, больше, не меньше. если, соответственно, вы слышите только это, значит, это то, что вас действительно волнует и беспокоит, то есть, вы возможно, боитесь, что не построите отношения, определенно, у вас это проблемная сфера вашей жизни, и, соответственно, нет ничего удивительного в том, что вас это волнует, вы это хотите, вы чувствуете, что этого вам не хватает, и поэтому вы это слышите постоянно, именно это, то, чего вы боитесь, вы боитесь по факту, что все проблемы между мужчиной и женщиной можно решить только так, выходом отношений вы, не хотите, и, ну, это нормально, было бы странно, если бы вы хотели бы из них выходить, потому что, ну, если человек вам дорог, то, конечно, ни о каком выходе из отношений речь не идет, это очевидно, вот, тем не менее, вы слышите это именно потому, что боитесь, именно потому, что переживаете, именно потому, что у вас есть такой вот страх. То есть, здесь, по сути, аналогии можно привести такую, значит, человек, который голодит, слышит везде еду, еду, человек, который сытый, еду, при еду уже перестает слышать, то есть, как бы, тема еды его не так уже сильно трогает, потому, что он эту проблему удовлетворил. Ну, и, соответственно, слышите то, на что нам направлены ваши внутренние силы, на что направлены ваши желания. И именно поэтому вы заоцкаете свое внимание очень часто на этом вопросе. И вы запоминаете этот вопрос, поэтому же, по этой же причине наиболее ярко тоже именно таким образом. Далее, я же так никогда никакие отношения не выстрою. Вы знаете, с одной стороны, да, с одной стороны, не выстроить, конечно. С другой стороны, собственно, почему нет? Видите ли, если у вас с девушками есть проблемы? И если вы как бы, ну, не хотите выходить из отношений, то есть, если вы не желаете этого делать, выходить из отношений, то это получается не свободу. Что значит не свободу? Не свобода означает, что человек вступает в отношения, будучи настроенным на какой-то результат и будучи склонным к тому, чтобы этого результата пытаться достичь. отношения это то, что не гарантировано вам априори. И соответственно, их нельзя ожидать. Нельзя ожидать какого-либо результата от них. Это первое. И второе. Если вы вступаете в отношения, не будучи готовым в любой момент отпустить человека, это значит, что он вам нужен для себя. А если вам нужен человек для себя, это уже не отношения как таковые. Это уже скорее, знаете, так можно сказать, это уже использование человека как средство для достижения своих целей. И получается, что если вы не готовы отпустить человека, то с одной стороны вы отношения превращаете в некоторую обязаловку, которая вообще-то говоря, недопустимо в любых отношениях обязаловка. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы оказываетесь привязаны к человеку. И чем более вы, чем более сильно вы привязаны к человеку, тем более активно вы от него требуете. А требовать человеку как раз таки не нужно. Потому что никто не должен вам в отношениях ничего. Именно свободная позиция в отношениях, когда вы основываете свое взаимодействие на том, что желание быть с кем-либо это свободная воля изъявления. Это является самым правильным. но здесь нужно понимать, что выстраивать отношения можно только с тем человеком, который хочет это делать, который заинтересован в том, чтобы с вами быть в этих отношениях. А чтобы человек был заинтересован в том, чтобы с вами быть в отношениях, нужно быть тем, с кем он хочет быть. Иначе говоря, если мы говорим о женщине с повисе мужчины, то мужчине нужно быть таким, чтобы он нравился женщине. Таким, чтобы она чувствовала себя рядом с ними, женщиной, чтобы она хотела с ним быть. И вот если она хочет, то можно устраивать отношения, можно находить какие-то компромиссы, какие-то уступки, какие-то договариваться о чем-то и так далее. Именно так. Получается, что мне никакая не подойдет. Откуда вы это взяли, почему вы это взяли, непонятно. Вот именно эта фраза получается, никакая не подойдет, вообще, на мой взгляд, ничем-ничем не подтверждается. Совершенно. То есть, вам подойдет девушка, которая для начала будет вызывать у вас симпатию. Вот любая девушка, что вызывает у вас симпатию, вам подойдет. Совершенно, точно и совершенно однозначно. Другое дело, что вы будете делать с этой симпатией, как вы распорядитесь ей, это уже другой вопрос, но все-таки, все-таки, говорить о том, что вам любая девушка не подойдет, было бы, мягко говоря, несправедливо. Вам подойдет еще раз любая из тех, что вам нравится. Кто по сути вызывает у вас симпатию. Вот это так. И если девушка вызывает у вас симпатию, вы начинаете пытаться ее добиваться. Вы начинаете пытаться ее добиваться. Вы начинаете действовать так, чтобы с ней сблиться, чтобы получить что-то общее с ней, чтобы взаимодействовать лучше с ней, чтобы у вас были какие-то совместные общие интересы и прочее, прочее, прочее. Сначала нужно опираться на вашу симпатию. Но симпатия это всегда имеет какую-то основу. Основа симпатии это идентификация себя с определенной позиции в отношениях и идентификация девушки с такой же определенной позиции в отношениях. Если эту идентификацию вы привели, это первичная идентификация. Там уже дальше можно будет на это опираться и идти как бы в этом направлении. Дальше. Следующий момент. Тем более, что в детях преподносится отношение по лотереям. Да. Это так. Отношение по лотереям. Почему? Потому что любые отношения это суть творческая, негарантированная задача, которая характеризуется отсутствием типового подхода. Отсутствием программирования, если угодно. Нельзя ни одни отношения нельзя программировать и заставлять развиваться так, как хочется, например, вам. Если вы программируете человека, если вы заставляете его быстро быть таким, каким вам хочется, если вы отношения строите только так, как вам хочется, ну, это некий такой механистический подход и, как правило, он убивает всю суть отношений. Отношения действительно это лотерея. Но, важно понимать, что именно негарантированность отношений отличает их, выгодно отличает их, на мой взгляд, от любых других. Например, отношений между животными, от гипотетических отношений между, скажем, роботами. Я не просто так сказал, что гипотетические отношения между роботами. То есть, надо понимать, что сама суть человеческих отношений в том, что они не гарантированы вам. И именно потому, что они вам не гарантированы, именно потому, что они не могут быть вам гарантированы, Они заставляют нас вести себя так, как мы себя ведем То есть делать то, что мы делаем Вести себя так, как мы себя ведем То есть завоевывать, стараться постоянно проявлять внимание Бояться человека потерять и так далее Если бы это было гарантировано Если бы не было остырей Мужчине не нужно было бы быть мужчиной А женщине не нужно было бы быть женщиной Вот То есть именно лотерея, именно негарантированность Это суть человеческих отношений Суть творческой задачи Любой творческой задачи Любой нерепродуктивной задачи И вам нужно это принять Привит себя человек, будет у вас все хорошо Слушай, нет, но ты тут хоть что делай А смотря, что именно нехорошо будет Если, например, вы, допустим, той же женщине даете все, что она хочет Если вы ту же женщину окружаете лаской, теплом, заботой Если вы решаете все ее проблемы Если вы ее полностью удовлетворяете А она при этом, например, свертует с другим мужчиной и изменяет вам То ей действительно хоть что делай, ничего не изменится Но если вы видите, как та же девушка, например Говорит вам о том, что ей не нравится Говорит о том, что ее не устраивает И из-за этого она начинает с вами расставаться То я полагаю, в ваших силах сделать так Чтобы она получила то, что ей нужно В ваших силах сделать так, чтобы у нее было то, что она хочет И тогда посмотреть уже на ее поведение Тогда уже посмотреть на ее реакцию Захочет она проявлять к вам, ну, скажем, симпатию Захочет ли она после этого быть с вами или нет И в этом случае вы получаете шанс все исправить В этом случае вы получаете шанс сделать так, чтобы женщина была с вами все равно Вот это не нужно забывать И не нужно, как бы, накладывать, налагать одно на другое Это было бы неправильно в том, что вы говорите Это не было бы правильно логически Дальше Но она в любом случае меня не примет Мне нужно что-то сделать, чтобы приняла Интересный ваш момент, получается Интересный постулат То есть она в любом случае не примет Мне нужно что-то сделать, чтобы приняла И смотрите Получается, что вы утверждаете, что другой человек не принимает вас таким, какой вы есть И вам нужно, наверное, быть сердцем, чтобы вас принят Вы знаете, это, вообще-то говоря, ну, наверное, принципиально неправильно И я бы даже сказал, что вы себя не понимаете до конца Раз считаете, что вам нужно что-то сделать, чтобы вас приняли На самом деле Человеческие отношения таковы, что либо вас принимают таким, какой вы есть Либо нет И либо вы сперва стараетесь быть тем Ну, наиболее приближенным к тому, кем вы являетесь На самом деле С поправками на то, чего хочет другой человек Что нравится другому человеку А потом постепенно выставляете Себя самого Себя настоящего, как недоговочек плохого Либо вы сразу ведете себя так, как вам хочется Чтобы происходило отсеивание И вы не тратили время на того, кто не принимает вас таким, какой вы есть Ну, вот скажите, как вы будете нормально общаться с человеком Если будете знать, что он не принимает вас таким, какой вы есть Вам самого понравится это? Вам самого устроит, что вам нужно что-то делать, чтобы он вас принял Вы же места в себе не найдете Я думаю о том, а вот принял ли человек бы вас в состоящих И тогда получается, что если вы готовы что-то сделать, да вот вы вас приняли То вам нужно, чтобы вас приняли А для чего вам нужно, чтобы вас приняли? Отношения это не... Это естественная форма развития взаимодействия двух независимых людей Если вам нужно, чтобы вас приняли, значит у вас есть мотив Вам что-то нужно получить от того, что вас примут Вам для чего-то нужны эти отношения Никогда вопрос для чего Потому что нельзя вступать в отношения, чего ты от них желаешь Нельзя вступать в отношения, ожидая, что ты от них получишь Отношения ничего не дают человеку Наоборот, человек вкладывает в отношения Потому что он младит, потому что это у него и есть У вас получается ситуация немножечко по-другому происходит Значит, мне нужно что-то сделать, чтобы девушка приняла Иначе кто это за девушка, которая первым встреченному дает Тоже очень интересный момент Почему вы считаете, что принятие это обязательно дает? Где связь между принятием человека на духовном уровне и сексом? Я не знаю, почему вы говорите именно про секс Может быть, вам его не хватает Может быть, вам изменяли и у вас осталась травма Но простите, между принятием и сексом очень большая разница И есть те, кто это как бы коррелирует Но это, безусловно, недалежка иллюзия А более-менее адекватные и развитые понимают, что можно, например, заниматься сексом, но при этом человека не принимать Можно же ягопринимать, но при этом не заниматься сексом И вам, наверное, вот эту разницу увидеть Это уже не то, что страдание, а я уже технически не понимаю, не понимаю этот механизм Вообще-то лотерея или нет Если нет, то почему все говорят, хоть что делай, но нет и так далее Вы знаете, вы можете запрограммировать отношения Вы можете запрограммировать отношения Есть тренинги, есть пикап, курсы, все это есть Если вас это интересует, вы можете проходить экскурсы Вас там обучат программировать отношения Вас там обучат манипулировать людьми И вы сможете убрать этот лотерей Но Будет ли Будет ли Будет ли эти отношения Счастливыми для вас Будет ли эти отношения удовлетворять вас Вот в чем вопрос Если хотите, это ваш выбор Но Вы знаете В любом случае Вам нужно решить Либо программирование, либо нет На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку, помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго и удачи